здравствуйте мои дорогие ну что опять беда опять стрельба в школе опять погибший убитый раненые и взрослые дети ну что же это такое я уже обревелась все у меня вот пять внуков и у меня вот единственный вопрос почему наши школы охраняют дедушки с тревожной кнопкой до которой они частенько и не успевают дотянуться потому что они разгадывают кроссворды ходят там слоняются не ну правда у нас такие мощные силовые структуры росгвардии есть ну почему не посадить в каждой школе по одному вот росгвардейцу с оружием молодого у которого реакции реакция хорошая но возьмите вот такого деда как я у меня реакции никакой уже нет ну и у любого деда так а так будет росгвардеец с оружием еще и подумает этот придурок который идет убивать детей подумает заходить ли туда и вообще как он туда зашел вот я читала комментарии родители они говорят родители в школу не пускают а тут кто захотел зашел ну как это вообще государство должно за это отвечать они какой-то старый чоповец которого и дети то не боятся не то что какой-то преступник ну сколько можно и каждый раз когда такое происходит и вот начинают по всем каналам когда что изменится когда что изменится пройдет несколько дней и опять про это забыли ну дети наше будущее вы лозунг такой чего не помните так жалко деток ой как жалко это еще не известно еще достоверно неизвестно сколько погибло и раненые там и маленькие раненые ангелы родительские будущие их родители ну что это такое ну понятно один придурок там может больной на голову сейчас осень обострение вот эти всякие ну что родителям легче от этого понятно в стране сейчас положение тяжелое ну я считаю что в городских школах все это происходит городских школах какой-то деревне в которой там учатся 20 человек то там и нет этого в деревнях люди другие живут кто там пойдет детей убивать а уж на городские то школы неужели не найдется а молодых здоровых мужиков с оружием ответственно к самое главное чтобы он каждую минуту понимал что он охраняет детей а не просто сидит кроссворда разгадывает люди ну давайте опомнимся ну что теперь вот так каждый раз и будет вот это я считаю это не родители должны собирать деньги на охрану это государственное дело это наши маленькие граждане которые нуждаются в защите я не знаю меня слов нет это кошмар вот говорят что он застрелился до хрен бы с ним даже если его застрелили но это не человек то выродок за что люди гибнут дети гибнут надо требовать у кого дети ходят в школу надо собираться и требовать чтобы поставили нормальную охрану время-то видите какое время другое это в советские времена хватало уборщицы со шваброй она всех гоняла блин да тогда и мысль в голову не пришла бы идти стрелять детей никому ну чё я разве я не права я помню ну вот когда я училась в школу в школе у нас дорога шла от электрички через нашу школу в поселок и люди просто шли с электрички и заходили в туалет в школу ну и никакой охраны не был если единственный уборщица скажет куда претесь ноги грязные там и то а теперь ну вот на и так сколько проблем ну за что за что детей то охраннику то этому может быть и правильно что его застрелили если он сидел там хернёй извините занимался безответственный только зарплату получал вот и все ну ну хотя как человека жалко но там еще кого убили еще пока я не знаю вот когда официально уже объявят жалко мне вообще людей жалко а уж детей очень хочу родителям сказать миленькие мои держитесь и простите пожалуйста нас всех что не доглядели кто и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok